КОНЕЦ Сегодня речь пойдет о выступе, посвященной праздникам. Немножко о праздниках вообще. Известно, что в жизни всегда есть место празднику. На самом деле, у праздника большой метод жизни. И праздники, торжественные события, церемонии, связанные с особыми датами, это часть общественной жизни очень важной. Потому что, во-первых, мы об этом недавно хорошо узнали. Мы только что справляли 300-летие Петербурга. И в какой-то мере наша передача и выставка, о которой пойдет речь, это послесловие к празднику 300-летия Петербурга. Мы можем сравнить, как праздновали люди в прошлом и как это делается теперь. У нас прошла еще инаугурация. Сейчас у нас много торжественных и показываемых по телевидению праздников. Вот здесь, налево от меня, находится Петровская галерея. Часть этого самого первого эрмитажа, где и расположена в этой длинном, замечательном длинном калидоре, та выставка, о которой идет речь, выставка «Праздники. Любимая игрушка государя». Праздник — это философическое нечто такое создание, воссоздание идеального мира, который бы хотелось видеть, идеальных отношений между людьми, подданными и правителем, городом, и замком, народом, и элитой и тому подобное. Это всегда театральное действие, которое должно вот эту идею идеала и общей радости донести и в какой-то момент до всех, и в какой-то момент заставить всех, наверное, в это поверить. Поэтому праздник, одновременно и театр, очень важное идеологическое такое средство. И, я думаю, особенно ярко мы у нас видели это сразу после революции, в 20-е годы. Сейчас уже исторически это очень интересно, да, как это делалось. Массовые действия, когда народ, его художники пытались выражать себя, делалось это всегда. И особо важно это было для монархии, потому что монархи вообще всегда уделяли особое внимание внешней стороне своей жизни, как, подражая им, пытаются делать это и сейчас. Выставка, которая создана в Эрмитаже, может служить еще и таким, я сказал, послесловием празднования 300-летия и таким образом, с которым можно сравнивать все, что делается и сейчас. И у нас в России, и в каких-то там, олимпийских играх в Греции, и в многих других местах, вот, хуже или лучше. Ну, у монархов, наверное, все-таки бывало интереснее, но вот обратимся к выставке. Выставка создана в Эрмитаже. Выставка представляет собой гравюры, и называется «Праздник, любимая игрушка государя». Автор выставки Анастасия Львовна Ракова, хранитель гравюр Эрмитажа, и человек, который умеет таки придумать очень интересные выставки из того, в общем, замечательного материала, который она хранит. Это особенность хранителя Эрмитажного. Хранить замечательные вещи все могут, а сделать из них еще такое, чтобы однажды поразить людей, это, для этого нужен талант и наследственность. Анастасия Львовна Ракова представляет еще такую часть, категорию работников Эрмитажа, которой принадлежу и я. Это человек-эрмитажный и эрмитажный ребенок. Ее родители – знаменитые сотрудники Эрмитажа. Александра Ильична Вощинина, ее мама – знаменитый античник, великий специалист по античной скульптуре, а ее батюшка Лев Львович Раков – просто один из легендарных людей Эрмитажа. Это человек интереснейший, сложнейший, тяжелой судьбы, знаменитый ученый-секретарь Эрмитажа. Это создатель того знаменитого музея обороны Ленинграда, который был создан после войны, на том подъеме вдохновения того, что к Петербургу возвращается некое былое величие, который был разгромлен, когда вот этот подъем был пресечен очень быстро. Лев Львович занимался очень много военной историей, историей военного костюма и создавал знаменитые военные выставки, послевоенные в Эрмитаже. Был еще прекрасным писателем, осторожным человеком, прекрасным писателем. Я помню, какое впечатление на весь Ленинград произвела во время его пьесы, но в савторстве. «Опаснее врага» – это была такая сатирическая пьеса, которая звучала в Акимовском театре очень остро. Плюс было еще замечательное время тогда, почти уже никто не помнит, театр Акимов всегда был полон и замечательное время. Так вот, Лев Львович, сейчас вот издаются некоторые его воспоминания, связанные с Эрмитажем, я думаю, к этому еще когда-нибудь вернемся. Такие живые, изумительные картинки того, чем жил и Эрмитаж, и вся культура, и город Петербург, вот те послевоенные времена. Ну, это о людях, которые составляют вот эту целую галерею людей, создающих Эрмитажные выставки, Эрмитажные коллекции. Теперь дальше о самих праздниках. Для Высоке выбрана Европа между Карлом V и Французской революцией. Всякие праздники, как показывает Высоке, начинались с разных турниров. Вот праздник, это сначала немножко вырождение, начало того, что происходит на самом деле. Военные турниры, рыцарские турниры. Сначала настоящие, потом торжественные, спортивные, полушуточные. И здесь много образцов этих турниров. И так называемых каруселей, это уже следующий этап, когда совсем театрализованный турнир. И у нас есть прекрасные картинки турнира. Карусели 1662 года, Людовик XIV. Как раз это площадь, карусель, которая сейчас около Лувра. Подобная карусель значительно позже была создана. Ее любили делать в России. И мы знаем знаменитую карусель в Германии, которая происходила, такая русско-германская карусель 1829 года, которой мы посвятили в свое время целую выставку. У нас прекрасные есть материалы, рисунки Менсли, изображающие ее. Есть еще и знаменитая картина, изображающая Николая I и карусель, которую Николай I устроил в Царском селе. Вот этот дух псевдо-рыцарства, возрождения рыцарства средневекового, он продолжает сохраняться и во многих сегодняшних разных таких праздниках театрализованных. Но главное, конечно, главный праздник – это всегда шествие. То, что у нас потом называлось демонстрацией. Когда шествие идет по городу, символизируя в феодальном мире единение между правителем и народом городским, который его встречает. И у нас здесь представлены уникальные вещи. Это гравюры, изображающие два шествия, связанных с великим Карлом V, императором Священной Римской империи. Сохранилась замечательная коллекция, собственно, 12 метров, гравюры, описывающие изумительное шествие, коронационное шествие императора Карла V, выполненное Николаусом Хогенбергом. Раскрашенные гравюры – это сокровище нашей коллекции и замечательный документ того, что такое настоящее шествие. Карла короновал императором Папа Климент VII. Ну, по существу, смысл этого был, что германский правитель становился правителем Рима и защитником Святого Престола. Была одна только небольшая проблема. Карл столько крови перед этим пролил в Италии, в частности, в Риме, что короновать его в Риме, наверное, сочли неудобным, и короновали его в Болонии. Но саму Болонию превратили немножко в Рим. Там обычные Болонские церкви назывались римскими церквями. И вот после коронации в одном из Болонских соборов пошла церемония в другой Болонский собор, каждый из которых представлял соборы римские. Ну, и вот эта мощная длинная церемония, длинный поток людей, в самых разных костюмах изображен, вот, начинается с флагов города Болонии, затем идут уважения к ученым, да, докторы права Болонского университета, затем идут опять флаги, идут придворные, несут гербы, знак святого Георгия, геп Гаусбургов. Напомню, с двуглавым орлом нам всегда приятно видеть гаусбургские гербы, это двуглавый орел. Знамя крестоносцев, папское знамя, затем идут белые торжественные кони, за ними идут капелланы с папскими шапками. Но вся церемония сочетает атрибуты немножко города Болонии, да, римского престола, святого священного престола, папа римского и, собственно, императорскую часть. Вот это все вместе сливается. Папские придворные скачут на конях, дальше несут атрибуты папской власти. Вот тройной крест, тиара с тройной короной, золоченые высокие канделябры, затем белые свечи и евхаристия, святые дары, которые монстранцы, укреплены на белом коне. Дальше идут различные князья, маркизы, графы, герцоги. Герольд бросает деньги в толпу, и вот здесь замечание все очень достоверно изображено, но в толпу деньги бросают вовсе не тут, в принципе, мы знаем это из описания, а с балкона совсем в другом месте. Идут дальше кардиналы, а потом несут императорские регалии, вот после папских. Скипетр, меч, держава, корона. Затем папа Климент VII, император Кал V под Балдахином, которые несут, меняясь знатные люди, Венеции, Болонии. Потом идут музыканты, фламандская конница, немецкая пехота, пехота бургундская, пехота испанская. Ну, Священная Римская империя объединяла по существу все европейские державы, это мы сейчас думаем, что Европа там только первый раз объединилась после римлян. Объединялась. Замечательная деталь, в кресле сидит Антония Делеева, командующая армия, у него был сильный приступ подагры, вот он в кресле перемещался, в кресле он и показан. А дальше завершение, такой праздник, праздник народа. Два фонтана, один с красным вином, один с белым вином. Колонны изображают со львами, это символы испанского царства. Это сверху такой орел двуглавый, но поскольку это праздник, он немножко такой пьяный, по-моему, орел, потому что внизу уже веселые люди, пьяные, сидят, лежат, прыгают, и жарится бык. Бык не просто, он начинен зайцами, гусями, вот эти зайцы, гуси, индюки, поросята, они вытарчивают из этого быка, ну, а вокруг еще раздают хлеб. Вот такой народный праздник, как непременная часть церемонии. И совершенно наоборот, другая церемония, тоже сохранившаяся у нас в прекрасных книгах и гравюрах, это траурная процессия памяти Карла Пятого. Происходила она в Брюсселе 29 декабря 1559 года. Ну, Карл Пятый в конце жизни отрекся от престола и жил монахом в Испании, умер был похоронен, затем состоялась целая серия торжественных таких памятных церемоний, печальных, в частности, и в Брюсселе. Все это было зафиксировано и, в общем, вдохновляло людей многие века. в траурной церемонии в России в какой-то мере ориентировались вот на эту церемонию, поскольку в России было аж два экземпляра громадных изданных книг, рассказывающих об этой церемонии. У нас на выставке, посвященной Петру, был целый раздел 300-летия Петербурга о похоронах Петра. Там тоже расписана и показана церемония прощания с Петром, которая восходит вот к этой императорской Карла. Тоже использовано это было при полупечальной, полупечальной злобной церемонии, когда Павел I хоронил вместе только умершую Екатерину и давно умершего, убитого ею его отца Петра III. В известном издании, посвященном похоронам Николая I, есть ссылка на эту книгу, которая представлена у нас на выставке. Траурная процессия памяти Карла V. Начинается с катафалков церкви, где гербы, короны, всех стран, входивших в империю. Затем идут музыканты, герольды с гербами и знаменами. Шлем, щит с изображением геркулесовых столбов, вот эти колонны со львом, это символ испанских гауссбургов, с надписью «Нек плюс ультра» дальше некуда, вот в пределах есть империя. И потом чудное сооружение, один из центральных моментов выставки, это корабль, который для этой церемонии подарил Филипп II. Второй Филипп II, это сын, который стал после Карла V императором. Ну, там много всего на этом замечательном корабле. Морские чудовища, опять геркулесовые столбы изображены, флаги, знаки золотого руна, вот эта процессия была организована орденом и рыцарями золотого руна. Три добродетеля изображены, вера, милосердие, надежда. Ну, это вот наша вера, надежда любую. Картины великих достижений Карла V. Интересно, какие великие достижения рядом стоят покорение Америки, взятие Генуи и разгром пиратов в Тунисе. Потом идут опять штандарты, конь с попоной, значит, оставленный конь без садников, садник умер. Идут правители различных частей империи, тоже со знаками Нидерландии, Австрии, Испании. Идут графы империи, несут императорские инсигнии. Опять шлем, щит, но меч острием вниз, золоченые канделябры, боевой конь. Цепь золотого руна, скипетр, держава, корона. Вот вся эта роскошь императорской власти. И потом, после всей этой роскоши, в черном капюшоне идет Филипп II. Сын, за которым следует 10 кавалеров ордена золотого руна, потом, значит, казначей, секретарь и прочие другие. Процессия пришла в церковь, и затем Филипп снял с себя вот этот капюшон, знак скорби, и, значит, стал уже правящим правителем, правящим императором, который как раз вот Северной Италии, ну, то есть, простите, который так вот Северной Европе принес достаточно много переживаний и горести. Шествий и на наших гравюрах и вообще было много, но вот одно шествие замечательно запечатлено в двух вариантах материалов, хранящихся в Эрмитаже. Время совсем уже чуть дальше, Рубенс, и принц-кардинал Фердинанд приезжает в Антверпен, и Рубенсу приказано, поручено, приказано оформить город, торжественный въезд в город. И у нас есть живописные эскизы Рубенса, это одна из замечательных вещей в нашей коллекции, живописные, то, что Рубенс уж точно делал исключительно своими собственными руками. живописные эскизы, того, что построено было в Антверпене, через что шел кортеж, и гравюры, изображающие тоже эти самые сооружения. Сравнивает безумно интересно. Правда, наверное, все равно где-то посередине, но уже сам этот процесс от эскиза живописного, очень прыгающего, живого, к детальной гравюре с чем-то реальным посередине, ну, замечательно. Одно из находок выставки, отсылающие к другим частям Эрмитажа, потому что все наши выставки, они заставляют человека пойти и посмотреть, что-то там, что-то здесь, что-то еще в другом месте. А гравюры вот можно видеть только тогда, когда они выставлены на короткий срок на выставке. Еще чудная часть всяких праздников это фейерверки. Ну, мы знаем, что Петру, это то, что может быть, более всего из праздников, любили, полюбили в России заимствовав Запада. Есть несколько прекрасных изображений тех фейерверков, которые регулярно устраивались и устраиваются в Риме, в замке Святого Ангела, к жерандоле, вертящиеся такие фейерверки. У нас несколько прекрасных гравюр, раскрашенных разного времени. И есть одна из тоже наших главных картин, картина Райта из Дерби, английского художника, тоже показывающая вот этот праздник в замке Святого Ангела в Риме. Ну, конечно, никто не мог не делать такие праздники, ни до, ни после, какие делал Людовик XIV. Сам его Версаль, это вот такое место для праздников, это место замечательно праздничное, и много-много изображений разных праздников, балов, Версали, происходящих. Ну, французские короли, это еще и торжественные коронации, коронации, которые происходили в Реймсе. У нас есть несколько изображений коронации разного времени, Людовик XIV, Людовик XVI. тоже очень интересно сравнивать, очень детальные картинки со всеми деталями, изображениями собора. Красиво смотреть, красиво сравнивать. И балы. Вот есть при Людовике XV был такой называемый тисовый бал, 1746 год. Тисовые такие кусты обстриженные, и вот идут, их много идет людей, закрытых обстриженными кустами, это костюмированный бал. Важно, что под одним из кустов был Людовик XV, такая загадка, можно придумать, под каким он был. И много разных восточных фигур в это время, или популярные персидские письма Монте-Стье, и Вольтеровские всякие сочинения на восточные сюжеты. Вот там вот кусты, одним идут восточные разные фигуры восточных правителей или волшебников, наверное. Я уже это говорил, самая важная, конечно, часть для участников это пиры, пиры, которыми завершаются или которые находятся в центре праздников. И есть у нас замечательный ужин в Версале 1678 года, ну там вот такие большие сооружения, кулинарные, торжественно расставные напитки, люди ходят вокруг столов, должны потом сесть роскошными сервизами пользоваться. и другой 1745 год, большой праздник в Париже, где были такие построены храмы, вот храм весны и такие два буфета, где уже более простые яства выставлены, их тоже можно все внимательно хорошо рассмотреть, и люди, уже попробовавшие что-то, видимо, в других павильонах так хорошо расслабляющиеся участвуя в празднике. Так что праздники были как бы общие, да, для знати, для народа, все какой-то день веселились, ну, на какой-то момент наступал социальный мир, а потом социальный мир этот рушился, и вот чем красивее праздники на гравюрах, тем на самом деле вспоминаешь по датам, тем больше приближается страшная французская революция, которая в какой-то мере этими праздниками была и вызвана, и которая всем этим праздникам на время их прекратила, на время очень короткое, потом начались революционные праздники, наполеоновские праздники, но я хотел бы завершить рассказом об одной гравюре, она здесь на выставке, это коронационная карета, коронационная карета Людовика XVI, иногда, когда мы очень сильно ругаем свою историю, переживаем, как ужасно мы все, сказать, со своей стороной натворили, что сделали нашим наследием, полезно вспоминать французскую историю, французскую революцию, я не раз уже говорил, всем уже и надоело, что французская революция культурным наследием обошла значительно хуже, чем наша, и вот эту карету, ее судили в конвенте, я не могу удержаться, не прочитать цитату, что значит обсуждали в конвенте по поводу этой кареты, что с ней делать надо, настало время вымести метлой все грязные следы оставленные тиранией, пора уничтожить все ее символы и атрибуты, ни малейшего свидетельства о ней не должно сохраниться, нынче я предлагаю уничтожить так называемые малые конюшни, где хранятся многочисленные кареты, среди которых есть и так называемая коронационная, эта карета чудовищный гибрид принадлежащего народу золота и бесстыдной лести, не может быть продана, да, все-таки буржуа, как из-за своих колоссальных размеров, так и из-за невероятного количества атрибутов раболепного феодализма, который свободный народ не применит уничтожить. Вполне возможно, что выставленная на продажу и воспринятая огромным большинством народа как оскорбительный памятник позорного торжества угнетателей, она возбудит у аристократов извращенное желание приобрести ее за невероятную цену, дабы спасти этот обломок былого царствования. Карету разобрали, значит, золото, понятно, из нее изъяли, картинки, о картинках принимали решение, не знаю, как они художественную ценность представляют или нет, остальное сожгли, уничтожили, есть карета теперь только на картинках. Наши кареты реставрированы, находятся в Эрмитаже, в нашем фондахранилище, а идея о том, что какие-нибудь аристократы захотят купить остатки прежнего режима, как вы знаете, советским правительством была использована и часть вещей продали, вместо того, чтобы уничтожить. Конечно, это ужасно, это преступление, что продали, но ведь могли и уничтожить, тоже все сжечь. Но все равно сжечь праздники нельзя, они продолжаются, продолжались, продолжаются, и сама эта выставка, по-моему, является одним из таких замечательных праздников, которые мы стараемся все время дарить сами себе и всем, кто приходит в Эрмитаж, и кто приходит в Эрмитаж часто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok